Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Оуу, ребятки, всем привет! Итак, у нас Meizu M3E стал первым представителем новой линейки. Как и было объявлено ранее, компания Meizu провела в Пекине презентацию, где представила первый смартфон новой линейки E. Аппарат получил название Meizu M3E и позиционируется как модель среднего класса. Новинка получила качественный металлический корпус, как у Huawei Mate 8, о чем представители Meizu заявили в ходе презентации. При этом стоит M3E заметно дешевле своего конкурента. Смартфон будет доступен в двух ярких нестандартных цветах – синим и розовым. На передней стороне под экраном разместились фирменная многофункциональная кнопка M-Touch 2.1, совмещенная со сканером отпечатка пальцев, который срабатывает всего за 0,2 секунды. Как уже было сказано выше, Meizu M3E относится к среднему классу, поэтому и технические характеристики у него соответствующие. В смартфоне установлен 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, восьмиядерный процессор Mediatek Helio P10, 3 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 32 ГБ, 13-мегапиксельная камера от Sony IMX258 с диафрагмой F2.2 и аккумулятором емкостью 3100 махов. Аппарат получил поддержку 4G LTE CAT, 6G LTE. В Китае новинка будет работать на базе YunOS, а на международном рынке на Flyme OS. Итак, стоимость Meizu M3E в Китае составляет 1300 юаней, или около 195 долларов. Ну, в принципе, недорогой аппаратик со сканером отпечатка пальцев, неплохие характеристики, тем более, что Helio P10, не самый такой уж и плохой процессор, в принципе, неплохой, и 3 ГБ оперативки, это тоже очень даже неплохо. Так что вот такой вот у нас аппаратик. Вот такие вот новости у нас, ребятки. Ждем, ждем. Продажи у нас этот телефончик, может даже стоит себе его придарить. Всем спасибо, подписываемся на канал, ставим лайки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok